Это осьминог, и мы будем сегодня его готовить, тушить в помидорном соусе с лициной. В небольшие кастрюли заливаем оливковым маслом. Это будет основа соуса. Возьмём два больших помидора, снимем шкурку и поместим в кастрюлю. В небольшой огонь добавьте резанные помидоры без шкурки в масло. Маленькие долечки неочищенного, не до конца очищенного чеснока. Крупную морскую соль, очень чуть-чуть, потому что осьминог солёный. Добавляем рецину, это белое вино со смолой. Закрываем крышкой, и пусть оно томится. А между тем, помощник-повар капризничает. Скажите, почему вы капризничаете? Что вы хотите? Режем всё крупными кусочками. Добавляем пучок укропа, лаврушку, смесь с паприкой, паприка с перцем. Немножечко чёрного перца, орегани-орегани. Ещё маленькую щепотку, не удивляйтесь, сахара. Да? Всё. Ну, вот и всё. И всё это перемешиваем. Видите, почему куски лучше делать крупные? Потому что они будут в 2 или в 3 раза мельче потом. Всю эту штуку оставляем тушиться. Ну, в общем-то, давайте оставим на полчаса. Хотя бы, а там посмотрим. И вот прошло полчаса. И, в принципе, наш осьминок готов. Я уже, на самом деле, попробовала. Он получился нежнейший. Он совершенно не солёный. Совершенно. И самое главное, очень вкусная вот эта жидкость, вот этот соус. Поэтому его хорошо добавить в рис. Без ничего. Рис сварен. Отваренный рис. Или отваренные макароны. И вот добавить сверху осьминог. Да, и полить сверху смачно соусом. Вот и всё. Рецепт очень-очень простой. Спасибо.